Кот! Ко мне пришел кот! Киса! Моя прелесть! Кот, который не любит обниматься, пришел, да? Это Яшка. Вы его, наверное, давно не видели. С того момента, как я перестала есть сахар, мне поступало очень много вопросов, Катя, почему ты не ешь сахар? Как на это отреагировали твои родители? Из-за чего это? И, в общем-то, надеюсь, что этим видео я отвечу на все ваши вопросы. Сегодня я вам все подробно расскажу, как и почему. Я знаю, что с этими бамбушками я выгляжу далеко не на 14 лет, и даже не на 10, а на 7, но не важно. Зато я молода. Сразу же отвечу на главный вопрос, почему же я не ем сахар, потому что он очень вреден для здоровья. Чуть позже я вам расскажу все последствия поедания сахара и к чему это приводит. Но, небольшой спойлер, сахар приводит к раковым заболеваниям. Очень классно, я считаю. Итак, начнем историю. У меня есть сестра, которая на 10 лет старше меня, ее зовут Даша. И она каким-то магическим образом наткнулась на фильм «Сахар», в котором мужчина проводил эксперимент на себе, поедая сахар определенное количество времени. Он смотрел, что происходит с его здоровьем, с его внутренними органами, как меняется его настроение. И на самом деле это просто прекрасный фильм. Это конкретно фильм, не передача там какая-нибудь заумная, где все очень скучно рассказывать, а именно фильм. И я на него оставлю ссылку в описании, потому что я бы очень хотела, чтобы вы его посмотрели, так как я не хочу, чтобы портили свое здоровье и знали, насколько же сахар вреден для организма. Сразу же хочу сказать, что вреден конкретно рафинированный сахар. И не важно, какой он там тростниковый или белый, это все одно и то же. Кстати, иногда белый красят с помощью какого-то средства, и он якобы становится тростниковым. Но на самом деле вы можете провести эксперимент, налить ложечку, как раз налить, налить ложечку. Вы можете провести эксперимент, налить холодной воды в стакан и попробовать растворить там ложку тростникового сахара. Если же вода окрасится, а сахар останется белым, то значит этот сахар был окрашен. Но я вам все равно не советую есть никакой сахар, ни тростниковый, ни белый, потому что все это одна как улька. Ну так вот, природный сахар, то есть тот, который содержится во фруктах и данным природой, полезен. А рафинированный очень вредит для здоровья. Во время рафинирования сахара из него убирается все полезное и остаются только калории, которые лишены витаминов, минералов, жиров и белков. То есть сахар не несет в себе ничего полезного, абсолютно. В общем-то, продолжаем историю. Посмотрела я фильм сахар, это было где-то в конце июня 2017 года. И я не скажу, что я сразу перестала есть сладости. Нет. Сахар это зависимость. Это как наркотик. Мы не можем сразу от нее отказаться. То есть нет. Конечно же есть люди, например, как моя сестра, которые сразу перестали есть сахар. Но я еще довольно-таки долгое время, это чуть меньше месяца, может быть где-то 2-3 недели ела сахар. Не скажу, что ела его в таких огромных количествах, как ела раньше, но я старалась как-то сдерживать себя, не есть какие-то торты. Торты? Торты. И конфетки, и панкейки. Но так как я уезжала за границу, это была Германия, я никогда не была в Германии. Мне было очень интересно что-то попробовать, что там продается. Конечно, я не ела там все, что только можно, но какие-то вещи, которые содержали сахар, я ела. И я очень долго не могла себя от этого остановить. Но моей мотивацией послужила моя сестра. После Германии меня забрала сестра во Франции, и мы проводили во Франции, и не только, там еще и в Испании, время, где абсолютно не ели сахар. Если же у вас нет такой сестры, как у меня, и у вас просто нет мотивации, чтобы перестать есть сахар, то я бы очень хотела послужить вашей мотивацией. Если вы хотите, я буду выпускать видео, где мы с вами будем готовить какие-то сладости без сахара, полезные сладости, и альтернативы каким-то самым популярным продуктам, которые вы привыкли есть. Так что да. Я думаю, что вас интересует вопрос, сколько же я не ем сахар, и я его не ем уже четвертый месяц. Вообще наотрез я его не ем с сентября, а в том же июле и в августе случалось, когда я случайно ела сахар, сама того не зная. Но это было конкретно в августе, то есть когда я еще не знала, что производители скрывают. То есть производители пишут другое название, но на самом деле в нем скрывается сахар. Это патока, фруктоза. Например, патока это смесь крахмала с сахаром. И часто на упаковках пишут без сахара, а в составе там на первом месте патока. Если вы хотите купить какой-то продукт без сахара, например, я не знаю, какие-нибудь печеньки без сахара, и видится в составе что-то непонятное, то обязательно посмотрите в интернете, что означает, какое вот это вот название. Например, фруктоза это то же самое, что и сахар, это одна и та же гадость. Патока, как я уже сказала, это то же самое. Сахароза это то же самое сахар, просто сахароза это химическое название. Ну а теперь я вам расскажу, к чему же приводит употребление сахара. Сахар способствует снижению иммунитета. Также может вызывать нарушение минерального обмена. Может вызывать повреждение почек. А также сахар способствует возникновению ракомолочной железы, яичников, кишечника и прямой кишки. Вы понимаете всю суть данной проблемы? Сахар приводит к раку, люди употребляют его каждый день, каждый божий день. Также сахар увеличивает уровень глюкозы и инсулина. Еще он ухудшает зрение и вызывает кариес. Прекрасно, да? Сейчас будет информация особенно для девочек. Сахар вызывает ожирение, также окутывает ваши органы слоем жира, после чего у вас развиваются какие-то болезни. Также ведет к обострению язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Может также приводить к развитию артрита. Способствует появлению геморроя. Вызывает головную боль, нарушает всасывание белков. Провоцирует экзему у детей. Способствует возникновению эмфиземы легких. И я еще могу очень долго перечислять. Я не перечислила даже половину того, к чему приводит сахар. Это ужасно. Эмфизема. Что такое эмфизема? Давайте обратимся к интернету, узнаем, что такое эмфизема. Эмфизема легких – это заболевание дыхательных путей, характеризующиеся патологическим расширением воздушных пространств дистальных бронхиол, которые сопровождаются декструктивно-морфологическими изменениями альвеолярных стенок. Также я вам оставлю ссылку на сайт, где вы сможете посмотреть все, к чему приводит сахар, и не только. Вообще прочитать, в принципе, про сахар. Сейчас бы я вам хотела рассказать про то, в каких продуктах содержится сахар, и вы, наверное, сейчас думаете… А, ну понятно, в шоколадках там и в хлопушках. Нет, ребята, сахар содержится не только в шоколадках, готовых завтраках, капкейках. Это все понятно. Там сахара просто огромное количество. Во всяких газировках, в коллах, я не знаю, в чем еще, в холодных чаях, во всяких фреш-барах. Его просто куча. И если вы думаете, что в вашей колле где-то 1-2 кубика сахара, то нет. В литровой бутылке около 30 кусочков сахара, чтобы вы понимали. 30 кусочков сахара. Понимаете, да? Помимо того, что сахар содержится в сладостях, он содержится еще и в тех продуктах, которые мы с вами едим каждый день. Например, это хлеб, соусы, которые мы все так любим. Тоже самый кетчуп и майонез, пельмени, покупное тесто, всякие там готовые супчики, суши. В общем, то, где содержится сахар, этого просто не перечесть. Он содержится во всяких хлецах. И теперь путь в обычные магазины типа Дикси и Пятерочки мне закрыт. Потому что там нет ничего для меня, кроме фруктов и овощей. Я там не могу не купить, не могу не купить, не могу купить каких-то вкусных штучек, которые были бы без сахара и были бы полезны. Если убрать с полок магазинов те продукты, в которых содержится сахар, то исчезнет более 80% всего ассортимента магазина. И останется одна вода и фрукт с овощами. Ну и какой-нибудь там, я не знаю, кисломолочкой. Магазины еще и очень любят обманывать нас, говоря, что в этом продукте нет сахара. А на самом деле он там на какой-нибудь, я не знаю, той же самой фруктозе или с патокой. Это очень грустно. Я вам сейчас расскажу о том магазине, в котором я почти все продукты покупаю. В котором действительно вам не врут. И где вы не скушаете порцию сахара. Рафинированный. Естественно, я имею в виду рафинированный сахар. Это магазин Вкусвилл или Жизбенка. И он довольно-таки популярный. Я в него захожу почти каждый день. Что я там беру? Это мороженое без сахара. Да, там есть мороженое без сахара. Всякие шоколадки без сахара. Ну, я в основном там беру сладости. Конечно, я там покупаю еще и овощи, фрукты. В общем-то, это полноценный магазин как в Dixie. Только там очень много продуктов без сахара. Которые действительно хорошие. Сделаны без каких-то мерзких, потрясительных добавок. В общем, это магазин, так скажем, здоровой еды. Конечно, там цены немного выше, чем в Dixie или же в Пятерочке. Но это понятно. Потому что всегда качественные продукты стоят намного дороже. То есть я покупаю мороженое вот такую вот баночку за 90 рублей. И я довольно-таки много трачу на все вот эти вот сладости без сахара. Но их можно просто кушать реже, а не как я. Можно питаться просто правильно. Я не знаю, есть крупы, там, овощи, рыбу, мясо, если вы его едите. И вы будете прекрасно жить. Да, конечно, вы будете первое время очень сложно без сахара. Это всегда сложно, потому что, ну, сахар это, грубо говоря, наркотик. Даже не грубо говоря, сахар это просто наркотик. Как от наркотиков сложно отказаться, так и сложно отказать от сахара. И мне просто можно показывать по телевизору и вот здесь вот писать. Отказалась от сахара. Это вот, как, знаете, пишут, переборола болезнь с наркотиками. Вот можно писать так про тех людей, которые перестали есть сахар. Потому что это действительно достижение. Ну, кроме этого, я считаю так. Я думаю, что вы заметили, что у меня больше нет моего чудного второго подбородочка. Ну, вернее, он есть, но он не так заметен. Потому что раньше он был просто постоянно вот здесь. Я была такой красивой, теперь его не видно на видео. И могу сказать, что если бы я сейчас ела сахар, то я бы толстела и потихонечку набирала мышечную, мышечную массу. Но мой вес остановился уже очень давно. Ну, как бы, с того момента, как я перестала есть сахар, я вешу 44 килограмма. Ну, это как бы колеблется. Вес от 43 до 44. Если что, то мой рост 158 и мне 14 лет. Но могу вам сказать, девочки сейчас очень обрадуются, что если вы не будете есть сахар, то вы похудеете. Я думаю, что очень многие хотят это сделать и ошибочно это делают с помощью диет и ничего не едят. Но могу вам сказать, что достаточно просто отказаться от сахара и начать правильно питаться. Правильно питаться. Правильно питаться. На месяц моя сестра похудела то ли на 5, то ли на 6 килограмм, при том, что она ела сколько хотела. она себя не ограничивала в количестве еды, но она не ела сахар. И, по-моему, это просто прекрасно, когда ты ешь то, что ты хочешь, но просто не ешь сахар. И при этом ты сыт, тебе не надо голодать целыми днями и пить зеленый чай, как делают мои некоторые подружки. Но да ладно. В общем-то да, если вы хотите похудеть, просто не кушайте сахар. Ну и следующий вопрос, это что же ем и чем я питаюсь? Я хочу снять отдельное видео на эту тему, как на неделя влогов, только неделя еды. Я вам буду показывать все, что я ем каждый день. Обед, ужин, завтрак, перекусы. Все вам буду показывать, а сейчас я вам перечислю вкратце. Это крупы, овощи, фрукты, рыба, включающая в себя морепродукты, орехи, обязательно сухофрукты, потому что я их очень люблю. Также пью ореховое молоко, кушаю мед, я его добавляю в чай, потому что не люблю несладкий чай. И вот хорошая замена сахару, это именно мед. Ну или же стевия, это натуральный подсластитель. Из сладостей я ем мороженое без сахара, шоколад без сахара, он на меду и чучелу. Тоже без сахара. Но это я вам перечислила вкратце. Если хотите, то обязательно сниму видео. И если вы хотите, чтобы я его сняла, то вы знаете, что делается. Кстати, я бы хотела рассказать вам о моем инстаграме. Мне кажется, что я красиво его веду, и я была бы очень рада, если бы вы на него подписались. У меня там скоро будет 8 тысяч, а когда у меня там будет 10 тысяч, я создам второй аккаунт, где буду выкладывать фотографии своей жизни каждый день и также фотографии своей еды. Я думаю, что это вам будет интересно. Ну а после того, как вы досмотрите это видео, я в своем инстаграме запущу конкурс на вот этот вот прелестный чехол для седьмого айфона плюс, который антистресс, и по-моему, этот котик просто прелестный. Он же классный! Это не один единственный чехол, который я буду разыгрывать в своем инстаграме, так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить конкурсы. Ну а пока запускаю конкурс на айфон 7 плюс. Ну да, если бы все было так классно. Но чехол для айфона 7 плюс. Я, кстати, так делала год назад, тогда разыгрывала чехол для пятого айфона. На этом все, вот я вам рассказала, почему же я не ем сахар. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и если так, то можете оценить его лайком. Если же вам понравилась какая-то из предложенных мной идей для видео, например, про мои любимые места в Москве, про то, какие сладости можно сделать без сахара, про ореховое молоко и про все это, то обязательно пишите об этом в комментариях, какие видео вы хотите про правильное питание, и я обязательно это сниму. Ну а на этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем пока! Ой, я классная! Не вставайте. И чуть позже я вам расскажу все причины... Да какие причины? Итак, начнем рассказывать историю. Все началось с того, что у меня есть сестра. Да ладно. Ну, глачь, я же шо с ней не так. Что? Да. Так же ухушает. Еще он ухушает зрение, еще он ухушает зрение... Ухуша... Ухушает. Ухушает. Ой, собелька из носика улетела. Останется где-то два... Да что со мной? Весело, да? Очень весело. Да, если вы хотите такое видео, то обязательно ставьте лайк на это видео, и я сниму вам видео. Слишком много видео. Так, все, дальше от нестарей. Что дальше я должна вещать? ा-танец. Руку... Мальчи... 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 А-а-а... Тяжелый, тяжелый. Руку... Мальчи... Что? Тяжелый... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ой, не могу. Хоп. Правда, он немножко испачкался. Но ничего. Чтобы я сняла какое-то видео Из тех, которые Да блин, я не могу ничего сказать, тупая дура Так Дубль 10